приветствую всех на обзоре у нас сборка 3410 в корпусе first player firebase x2 закаленное стекло сбоку и спереди довольно-таки толстенькая и вот такая вот симпатичная rgb подсветка три вентилятора 120 метров на вдув один на выдув везде трех пиновые разъемы обычные стандартные вентиляторные и другу дружку они уже вставляются то есть материнская плата управляет этими вентиляторами так а датчик тут присутствует если плата гигабайт то приходится в настройки bios а даже выставить максимальные обороты чтобы они светились кулера очень тихие и на максимальных оборотах их даже и не слышно но при этом светит максимально ярко если задать режим silent то вентилятора будет крайне медленно вращаться и практически подсветки не будет видно то есть если надоест вот это вот rgb подсветка можно просто убьюсь и включить режим пониженный оборотов режим silent подсветки здесь не будет стеклянный симпатичный корпус форм-фактор micro atx довольно таки компактные машинки получается в нем но построена на базе довольно таки хитрого процессора nd ryzen 5 pro 2600 хитрость на самом деле заключается в ряде наборов инструкций так как это процессор про серии то есть инструкции по безопасности по виртуализации но еще есть такой момент прошлые процессоры гораздо лучше работает по поверлимиту то есть процессор 65 ватт на если обычный разин 5 2 600 из этого лимита пытается все время выйти процессор горячее то прошка жестко держит 65 ватт процессора холодная и вентилятор будет вращаться бесшумно здесь стоит оригинальный амбешный кулер и nd в райс спайр четырех пиновая колодка 90 миллиметров вентилятор и при этом будет охлаждать еще и всю цепь питания процессора будет доставаться оперативки и видеокарты но прошлый проц просто не греется кулер завывать здесь не будет материнская плата на b 450 чипсете чипсет в отличие от интеловских бюджетных не ограничивать ни по разгону процессора не по разгону памяти кстати говоря частота нашего процессора в базе 3400 мегагерц турбобусте до 3 9 гонится принципе да это бог что просто работал он стоковых состояниях поэтому разгон процессора современного то еще дело не у intel а не в md особо это все уже давным-давно не актуально есть буст этот буст даже работает не на долговременную нагрузку материнская плата весьма и весьма неплохая ведь радиатор на ключах и воспитание здесь раз два три 4 5 6 7 8 полу фас или 7 или 8 не вижу там то есть довольно таки породистая мать по питанию любой процессор это мать уже поддержит современными bios ами bios опять же мы обновили на днях на каждую материнскую плату выходит bios где модуль тпм по умолчанию включен чтобы windows 11 загружался и устанавливался так что bios здесь уже обновлен 6 ядер 12 потоков этого процессора будет хватать как мне кажется на 5 6 10 лет вперед увеличиваете только видеокарту если процессор мы не разгоняем то оперативную память мы выбрали довольно таки серьезно kingston hyper x fury версия бист неадекватно подешевела эта память я не знаю почему так dns city link эту память продает понизу рынка кит комплект из двух планок на 16 таймингах на частоте 3200 мегагерц стоит 5100 рублей имеет металлические радиаторы ну и вообще kingston довольно таки породистая всегда была оперативка довольно таки надежная с хорошей гарантией а по цене выходит дешевле чем покупать самые самые дешманские планки 3200 мегагерц спокойно здесь завелось без каких-либо проблем есть на плате разъем ультра м2 в него можно поставить как и создан накопитель с интерфейсом nvme максим это версия 3.0 так и с интерфейсом sata но накопитель настоит на 480 гигабайт он внизу в корзине фирма а мд радион с интерфейсом sata также они подешевели уже на 480 гигабайт 3800 рублей стоит накопитель это дешевле чем ставить сто двадцатку старобайт ником блок питания мы сразу заложили здесь довольно таки породистая ракул серия white на 550 ватт сертификат 8s plus это по сути под будущий апгрейд сейчас стоит видеокарта geforce gtx 1650 от хилит паккорда системники мы покупаем там такие видеокарты стоит 1650 на 4 гигабайта и получается что она сейчас весьма и весьма адекватном ценники нам достается также мы и продаем и недорого видеокарты и 1650 по рынку уже больше 30 тысяч стоит нас он она посчитана в 27 500 всего лишь ну и получился так вот замечательный системник сейчас крышку наденем посмотрим как это выглядит закаленное стекло и сбоку и спереди причем стекляшки устанавливается с отступом чтобы доступ к воздуху стекло тонированная машинка конечно получается очень симпатичная компактная ну и корпус также 2 700 для стекла и кучи вентиляторов это очень дешево сверху есть перфорация то есть горячий воздух также будет и сверху выходить есть разъем избе 30 и 20 выхода наушники на микрофон по деньгам машинка получилось 59 200 при накопителе в 480 гигабайт можно хотя бы на первое время обойтись и без жесткого если надо можно добавить 480 гигабайт в принципе серьезный объем накопителя ну и видюха здесь стоит 1650 примерно процентов так на 40 она мощнее чем 1050 ти следующая после нее это 1650 супер к сожалению они у нас кончились из-за достать их уже негде а так чтобы прыгнуть на голову выше это нужно 1660 покупать они уже от полтинника то есть принципе 1650 это наше все хорошие видеокарты для full hd разрешения вполне будет хватать у нас она стоит не так уж дорого так что успевайте кстати не так уж много этих видеокарт еще наверно штук 5 их появится но не больше как только кончится и даже не знаю какие будем использовать здесь вся тяй у нас сейчас по 21 уже тысяч рублей это 27 500 небольшой прирост по деньгам и существенный прирост по производительности